Боже, мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди воскресли для жизни вечной. Ибо это место, место мрака и тьмы, с садом проклятый. Мужики половина голые валяются. Как тебя зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин. Игнат? Нет, не Игнат, Игнатий Лапкин. Игнатий, да, именно Игнатий. Ага, Игнатий. Вот если вы зайдете, сейчас зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин, зайдете на наш YouTube. Это огромный канал. Во свете Библии. 14 700 роликов там. Лапкин. Да, Лапкин, Лапкин. От слова лапа уменьшительное. Понял, понял, понял. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Ну, во свете Библии, да, веру. Ну и как, нашли? А как быть, если я не верю? Ну, никак, значит, веру просить надо, это дар Божий, он на дороге не валяется. 33 тысячи подписчиков у вас. Вот вы, вы смотрите, подписчиков, там она не показывает просмотров сколько, 32 миллиона. На канале. На канале. Там данные есть, если вы зайдете на канал. 33. 33 миллиона 210 тысяч 915 просмотров. Вот. Дело в том, что у нас есть, если вы зарядите сайт, вот во свете Библии слово сайт, то на сайте вы там встретите мои книги, 41 книга. И там... Сколько вам лет? Мне? Да. Вот через два месяца будет 80. Ух ты, а где вы проживаете? Город Барнаул, Атайский край. Я православный проповедник, миссионер. Пришли людям рассказать о Боге, о вечности. О вечности? Если у вас будет желание по скайпу поговорить, с моей фамилией, я только один там, вы сразу на меня выйдете, Игнатий Лапкин. То есть вы в интернете занимаетесь, да? Я вот здесь 70 дней в этом щатру летки. А вот если вы зарядите во свете Библии форум, а вы ведете наш форум, 1600 тем. А если зарядите в мой мир, то там 22 400 наших фотографий только. Офигеть. А вы живете где-то в лесу, да? Да нет, это лето, мы деревню строим. 150 километров от Барнаула, а зимой я здесь, в городе. А чем вы занимаетесь? Ну, 80 лет, чем все легко заниматься? Я могу показать, чем я занимаюсь. Вот смотрите. Вы голубей разводите. Да? Да. Голубушки. И много у вас голубушки. Да, много у меня. Это молодые еще? Да, это молоденький голубенок я взял. У меня в городе тут немного, 25 и в деревне 45. 45 голов? Голов, да. Вот вы там найдете все на нашем ютубе. Отдельно зарядите голуби и вы увидите все. Какие голубятни у меня. Если зарядите детский лагерь, я начальник детского лагеря, 45 лет был. Сам основал, православный. Тысячи детей подняли без помощи государства. Учтите. Круто, 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 хорошо, хорошо. Я обязательно ознакомился. Да, вы увидите там нашу миссионерскую поездку. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. А отсюда потом до Лиссабона. Скандинавию, Прибалтику. 650 городов посетили. Я подарил книги свои в каждой библиотеке. 38 томов. На 35 миллионов подарили. Это достойно, достойно. Ну, во славу Божию мы делаем. Это не нам, говорит Слава, имя Твоему Господи. Я в пяти университетах сразу вел занятия. Три программы. Ну, блин, я, увы, я неверующий человек. Вы это все там найдете. Наше поколение, оно... Так, если вы думаете встретиться, вопросы будут. Зайдите в скайп. Только что без очков были нормально. Никаких аватаров. Никаких ников. Я и так чисто, открыт полностью. Да, и ни одного, чтобы плохого слова не было. А я еще ни одного... Да. Иначе вы себя посмотрите, когда ролик будет стоять, и скажете, что же я делал-то? А вам приятно посмотреть, как вы говорили, как разговаривали. Я обязательно подпишусь на ваш канал. Я обязательно подпишусь на ваш канал. У нас все снимается. У нас сегодня благовещение было. Как мы в храме были. Какое собрание было. Как люди причащались. Как у нас одет. У нас непроходной двор. У нас очень строгая дисциплина. Нигде в России такого нету. Вот обычно к крещению человек приходит. Заплати деньги. У нас без денег делается. Ни рубля нигде. У вас серьезно все без денег делается? Все без денег у нас. Не за венчание. Это замечательно. Потому что, как я раньше ходил в церковь, у нас постоянно просили деньги. Нет, у нас ни копейки. С тарелкой не ходят. У нас этого нету. Да у нас тоже с тарелкой не ходят. Вот так. Потому что свечки приобрести там и так далее, это все за денежки. И отпевали, и причащали за деньги и так далее. Нет, ну вот мелочи это ладно. Это для меня ничего страшного. Свечку купить это на продвижение храмы. Ничего страшного. Ну, это в то время, когда я верил в то время, когда я был маленький. А я забыл, что я хотел сказать. Ну, мы говорим, что все покрывает святая десятина. Десятина. И поэтому ремонт, стройку, все за счет этих денег. У нас ни копейки никуда не уходит. А государство вам не помогает? Не помогает никогда. Государство только налоги берет. Вот я проработал на стройке, это работает. 35 лет трудовой стаж. У меня пенсия на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Вы любите свое государство? Мы свидетельствуем об этом мире, что мир этот приходит к концу. И Господь людей зовет к покаянию. Написано, кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А вы воспринимаете патриарха Кирилла как? Ну, конечно, мы каждый день о нем молимся. Вот мы сегодня были в храме, мы православные. То есть вы его воспринимаете? Конечно. А почему нет? Если что-то не так, он за себя ответит. Я за него отвечать не буду, он за меня отвечает. Потому что он начальник. Написано в Библии, сначальствующий будет строгое взыскание на суде Божьем. Ну, это правильно. Это правильно. Вот интересно, тут тщательно все пьют что-то. Пьют и жуют. Даже на время разговора не могут без этой привычки. Или я не знаю, то ли огонь. Я еще не пил. Не пил. Мы никогда не пьют. Знаете, я выступал сколько? Вот в университетах, школах, три радиопрограммы. Никогда рядом стакан не стоял. Никогда. У меня тысячи проповедей. И я даже не знаю, как бы на глазах у людей я бы хлюпал носом. Зачем смеяться-то? Я только налил. Да. Ну, и хорошо. Если вы думаете меня найти в скайпе, знаете, Лапкин. Ну, если бы вы мне не сделали замечание, я бы попил. Ну, вот я сделал, потому что я хочу, чтобы вы были совершеннее еще. Да? Да, конечно. Хорошо. Любая встреча должна быть к тому, чтобы человек стал еще лучше. Вот если у тебя яблоко, у меня яблоко, поменяемся два яблока. А у каждого по одному было и будет. А если у вас идея, у меня поменяемся. У каждого две идеи. Ну, да. Это правильно. Это правильно. И вы всю жизнь уже этим занимаете, да? Да. Вот 23 года после армии. Я с детства верующий был, но Евангелие в руках не держал. И поэтому мать что сказала, мама наша, вот, то считали за грех. Нельзя с женщинами дело иметь. Там, воровать нельзя, материться. Я за сей день, 80 лет, мне еще ни одного матерка не сказал. Нигде. А работал прорабом в МВД с заключенными. Там такая обстановка была, да. Я прораб был. В армии был, в ракетных войсках. Там говорили, что делается. А я никогда не сказал. А я был все-таки на должности старшины. Там матом разговаривали. Да, без одного, и ни одного мата за всю жизнь не сказал. Почему? Есть бог. Я страшусь этого. Язык богатый, как говорил Тургенев. Это достойный пример на самом деле. Да. Вот вы если сегодня зайдете, вот сегодня я заряжу на Ютубе, заряжу сегодняшнее событие. О нем у меня сейчас пока только начинает готовиться к заказчике. Только я тоже там буду, да? Будете. Будете не сегодня. Может быть, через день, через несколько дней. Потому что материалу много, а заказчику очень трудно идет. Один ролик пять часов закачивается. Но это вам надо интонная помощь? Ну, ничего не могу сделать. Администрация помогает. Крупные такие берут на себя. Мы целый коллектив работаем. И мы видим, какие результаты. Вот мы проехали, представьте, 120 тысяч километров, три раза вокруг земного шара по экватору. Это мы для бога делали. Тысячи встреч с людьми, беседы, выступления. На дорогах, как мы были, ночевали, молились. У нас все заснято. Даже собака, которая нас охраняла, после первой поездки на первых соревнованиях стала чемпионом Сибири. А когда вернулись мы из Португалии, из Турции, опять на выставку попала собака и стала чемпионом России. Я когда-то в уголовном розыске занимался. И дорогой ей занимался. Это достойно похвалы. Вот если вы зайдете на сайт, во свете Библии, сайт. Там кинофильмы государственные о нас. Государственные. Это не такие, а нахей, бобины огромные тогда были. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе, а второй первое место в России. О моей биографии конкретно. Житие.ру называется, да? Да, во свете Библии сайт. Житие.ру. Это житие там, вот сайт, когда вы зайдете, а на первой же странице там написано во свете, нет, это... Библии, православный, библейский сайт. Да, а там на первой странице для слова Божия нет уз. Заметьте, рамка такая, это книга. Прямо вверху под этим, под иконами. Для слова Божия нет уз. Вы наше, покажите, как он выглядит. А я скажу, наше нет сайт. Для слова Божия нет уз, все вижу. О, теперь ткните его, и там оглавления пойдут. Ткните в него. Предисловие, это биография. О, это моя биография. Как меня судили, как в тюрьме я был, в тюрьмах. А за что? За слово Божие. Я первой в стране наполнил страну архипелагом ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. Стихотворение. У меня 3467 стихотворений по 9 куплетов. 4 тома по 800 страниц. Это все на нашем сайте. Вы там найдете. Я обязательно на знакомлюсь. Там море информации. Притом, каждое слово направлено к тому, чтобы люди стали чище, выше, свободнее. А вот если зарядите во свете Библии форум, еще форум, то на форуме вы найдете 1602 темы. Самое полное. Там видео, аудио, все, что в мире только есть. Зарядите, допустим, Сталин, там Гитлер, Рогитлер и все, редчайшие моменты. Вот если здесь вы зайдете на сайте, то справа на сайте 55 папок стоит. Видите так? Папка с папкой вниз идут. Я другим интересуюсь, я про мусульмансов. Да, ну мусульманцы. А вот мусульманцы там как раз и есть. Вы только на мусульманцы зайдете и еще интересуетесь. Там как раз я говорю, мусульманцы разбирают Коран. Осуждает Коран? Посмотрите. Вам, посмотрите, вам видно? Сейчас, секунду. Что это написано? Что написано? Коран. А здесь что? Я не знаю. Так вот, я там 18 том, а каждая книга у меня 752 страницы. Я разбираю Коран по сурам, а я там весь в сравнении с Библией. Такого никогда за всю мировую историю не было. Я могу сказать, сколько букв, сколько читать. 16 с половиной часов. Все. В 5,65 меньше Библии, их Коран. Вы в латыни тоже разговариваете или только читаете? Что говорите? Латынь знаете язык? А латынь мертвый язык. Мне еще его знать. Другое дело английский. На английском я разговаривал, в Америке был. На немецком говорил проповеди. В немецком собрании. Но это 50 лет назад было. Я самостоятельно изучал французский, испанский, греческий. Сколько языков знаете? Ну, да нисколько не знаю. Это 50 лет назад было, когда я Евангелия не имел. А когда я стал Библией заниматься, мне не до этого. Толкование на Библию – это 300 томов фолиантов. Ну, это понятно. Вот понимаете, если студентам говорю, я отвечаю, учитывая, что это вопрос, который мне они задают, что Библия сказала. Святые отцы, каноны церкви, а это 719 правил. И жития святых, 1173 биографии. А кроме того, я говорю, месяц буду отмечать, что русские 300 поэтов говорили за 300 лет по этой теме. Это 20 тысяч шпайлов я все время должен ворочать. И на каждый вопрос 6 поэтов с эпиграфом из Библии. Это 26 том. Вам это интересно будет? Вы зайдете на мои книги. 26 том. Хорошо, я посмотрю потом. Да, пожалуйста. Ладно, я побегу, у меня еще дела. Понятно. Всего хорошего. Процветание вашему делу. Всего хорошего. С Богом. Здоровья. Вас как звать-то? Звать как? Меня зовут Михаил. Михаил, да помилует вас Господь и приведет к полному познанию истины Божьей. Наилучших вам благ, Михаил. А Михаил, знаете, что означает? В переводе на русский язык. Никто как Бог. Три слова. То есть равного Богу нету. У вас фамилия божественная, архангельская. Архангел Михаил воевал с сатаной, сбросил его с неба. Я, получается, в честь него и назвали, потому что в декабре родился. Вот так. Вот вы должны оправдать это имя. Чтобы ничего, кроме Божественной Библии, у вас в голове не было. Все в ней, в ее свете. Как Мартин Лютер сказал, в мире есть одна книга Библии, одна личность Христос. Отошел. Хорошо, хорошо.